Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и давайте будем обсуждать Т26Е5, которого выложили на продажу за целых 6,5 тысяч золота. Почему говорю именно так? Ну потому что 6,5 тысяч золота безусловно дорого для этой машины, с учетом в пустой комплектации Ойной. Она стоит реально 5,5 ну максимум, вот знаете вот прям совсем максимум нормальный приемлемый ценник. Ее выставляли на продажу на аукционе, там цена падала еще ниже и никто не хотел ее брать, ну потому что машина очень древняя и понятное дело, что большинство игроков хотят получить что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое. А плюс к тому, огромное количество игроков уже имеют в коллекции данную машину. И я честно говоря понимаю этих ребят, почему в свое время они ее купили, мне почему-то кажется, что многие все-таки берут периодически данную машину для того, чтобы повеселиться и пофаниться. Что касается предложения в составе набора, то здесь все немножко веселее, действительно более выгодно и будет еще и Камо симпатичный. Но это не реклама самого набора, а просто констатация фактом, что если посмотреть на данный набор через призму реальной стоимости каждой из этих машин, то все-таки в наборе более реальная нормальная цена. Поэтому ребят, 6.5 понятное дело перебор, но опять-таки все зависит от того, насколько вам хочется заполучить данную машину и готовы ли вы переплатить косарь, а то и полтора косаря золотом за данный аппарат. Что собой машина представляет? Для начала, почему я говорю о том, что это очень хорошая машина и очень классная. Необходимо сделать маленькое отступление на предмет того, как я отношусь к нашей с вами игре. Я не статист, я плевать хотел на средний урон, который я вывожу за бой, я хочу заехать в бой, получить удовольствие, пофаниться, повеселиться, пострелять, порадоваться жизни и морально-психологически отдохнуть. Это мое отношение к игре. И вот если вы имеете такое отношение к игре, если цифра вашей статистики для вас меньше имеет значение, чем удовлетворение от самого игрового процесса, тогда эта машина вам однозначно подойдет. Если вы статист, то лучше эту машину не приобретайте, потому что статистику на ней набивать вы однозначно не сможете. Хотя само орудие в целом предполагает такую возможность. Дело в том, что ДПМ у данного орудия составляет практически 2500. И это довольно неплохой ДПМ для тяжелого танка на восьмом уровне. А вот малая альфа действительно может сделать вам немножечко неприятно, если вы не любители пострелять почаще, как допустим играя на экшен-иксе. Тот же самый приблизительно геймплей, только машина немножечко более живучая. Я имею ввиду экшен-икс, а вот Т26Е5 не отличается супер живучестью. Поэтому реализовать данный ДПМ под силу будет прям не совсем каждому рядовому игроку. Что касается времени сведения и разброс, то мы обязательно данные цифры заценим с вами непосредственно в бою, ровно как и другие показатели, в частности подвижность, допустим, машины. Время перезарядки меньше 6 секунд. Просто обалденное, классное, мне очень нравится. По поводу брони, как я уже говорил, особо здесь имбового вы ничего не найдете. Да, есть плюс-минус нормально забронированная башня, но все же далеко не ультимативная. Что касается того, что находится здесь за маской, то там брони нет вообще, там ноль. И по большому счету пробить эту маску будет сложновато 279 без учета приведенки. Есть очень мало машин, которые смогут эту маску пробить голдой. Что касается верхнего бронелиста, нижнего бронелиста, здесь ничего веселого. 200 с учетом приведенки по верхнему бронелисту и НЛД не отличается особой броней и прошивается практически свободно. Что касается бортов, что касается кормы, все в принципе как обычно, как у многих других тяжелых танков в нашей игре, которые по бортам и по корме, понятное дело, пробиваются. Если сравнивать данную машину с ребятами на уровне, а я отсюда выбросил все барабанные танки, просто потому что им здесь делать нечего, и убрал отсюда дубликаты по типу Т-34 и Т-34, как он там, Индепенденс, да, или как называется. Ну, короче, вы поняли суть отбора, то вы увидите, что по ДПМу с ним могут сравниться только три машины. Это проходной танчик британский, это Чифтейн Т-95 и это Экшн Икс. Так вот эти вот ребята действительно имеют существенно лучше заявленный ДПМ. Но, ребят, стоит также отметить, что данный ДПМ зависит от времени перезарядки, которое здесь пободрее будет, безусловно. И при этом всем, ребят, обратите внимание на процент побед по данным машинам. 51%, 52%, 55% и они все равно хуже играются, чем наш герой. 55,5%. Единственный, кто действительно в этом отношении из этой тройки составляет конкуренцию нашему товарищу, это товарищ Экшн Икс. И здесь ему надо отдать должное. Плюс к тому, это связано с тем, что Экшн Икс более живучая машина, как я уже сказал, в отношении бронирования и в отношении того, как его можно отыгрывать. Что касается всего остального, то Т26Е5 безусловный лидер по ДПМу среди всех. Что касается времени перезарядки, то, как вы видите, время перезарядки опять-таки у этой тройки самое клевое. Ну, короче говоря, в этом и есть фишка Т26Е5. Это не редко стреляющее орудие с большой альфой. Ну, вот, допустим, как ВК-101. Да, целых 14 секунд перезарядки и 460 единиц альфы. Ну, короче говоря, каждый выбирает под себя. Кому нравится долгое время перезарядки, но бодро кидать хорошую альфу за один выстрел. Ну, а кому-то нравится чаще стрелять, пускай даже с меньшим уроном. Что касается доходности, 75% в принципе на уровне не удивляет. Многие машины обладают таким процентом доходности, кто-то обладает даже большим процентом доходности. Тот же самый, допустим, Левчик, который имеет 185% по коэффициенту. Поэтому, в целом, это обычная машина 8 уровня, на которой можно фармить серебром. Пускай не лопатами грести, но фарм будет. Что же касается процента по победам, если сравнивать со всеми, а не только с тройкой, которая является такими же лидерами по скорострельности орудием, то здесь довольно-таки нормальное количество ребят, которые отыгрываются в плюс-минус такой же успешности. Тот же самый Объект 252-й У, та же самая Акула, которая есть сейчас на продаже. Но, ребят, все-таки фишкой данной машины является именно скорострельное и точное орудие. А не процент побед или, я не знаю, альфа, которую вы закидываете за один выстрел. Вот такой вот он Т26Е5. Если смотреть на него через призму технических характеристик, а давайте теперь выкатим его из ангара, ну и попытаемся тряхнуть стариной. Мне лично Т26Е5 очень заходит. Он очень мне нравится. Больше всего от него толку на линии СТ-ЛТ, понятное дело, потому что водаться с какими-нибудь крепкими тяжами, которые будут бодро и абсолютно спокойно пробивать нас своими довольно-таки уронными орудиями, это не совсем приятное занятие. А вот закатиться куда-нибудь на линию ЛТ-СТ и там хорошенько поддержать своих союзников, это довольно-таки приятное занятие конкретно на данной машине. Это был один из первых премов, которые я когда-либо себе покупал в этой игре и, честно говоря, он до сих пор остается моим любимчиком. Да, пускай я не сильно часто выкатываю его в последнее время из ангара, но просто потому что есть более новые машины, которые хочется поюзать, которые хочется поиспользовать в боях, которые хочется покатать ради обзоров. Ну, короче говоря, данный товарищ, он просто немножко позабыт, но когда я о нем вспоминаю и беру его, меня одолевают крайне позитивные эмоции, которые, ну, наверное, и должны быть, когда вы заходите в игру. Не успел, бывает, вы кашечка. Спасибо большое, Игл-7, ты красавчик, наверное, это была легкая месть твоей стороны за то, что я тебя подпер сзади случайно, поэтому ругаться мы не будем, будем считать, что 1-1. Время перезарядки очень классное, подвижность у машины, если сравнивать с другими, я бы сказал, что вполне достойная. Ты не ощущаешь себя вот совсем уныло. Когда я делал обзор на Чифтейна, я говорил по поводу того, что, ой, господи, на Центуриона МК-5-1, который входит в состав данного набора, я говорил по поводу того, что этой машине очень сильно не хватает подвижности. У этой машины с подвижностью, с учетом того, что это тяжелый танк, в целом все нормально. Здесь нет абсолютно ничего удивительного, где он, засране, спрятался все это время. Так. Углы склонения орудия очень классные, можно нормально, хорошо играть от неровностей, сейчас обязательно заедем еще в одну катку после этого боя. Нервничаю, психанул, раньше выстрелил чем надо было, надо было немножечко свестись. Так, четверо, ПТшка сзади, осталось трое. Часы не отъезжай, пожалуйста, дай мне хоть какого-нибудь урона набросать, чтобы получить удовольствие. Так, ну этого товарища точно я вынесу? А вот получится ли сделать что-нибудь еще в этом бою годного, я не знаю. Хватит ли просто времени на то, чтобы доехать туда, куда мне надо, для того, чтобы кинуть хоть какого-то дополнительного урона. Так, этого сейчас тоже заберут, обидно. Ну ладно, поехали, поехали искать СТ. Так, пока передвигаемся по карте, давайте посмотрим, куда пробивали. Пробивали в нижний бронелист. На удивление, на удивление почему-то нет отраженного, но я точно помню, что меня пробивали в верхний бронелист. Пробивал меня тяжик. Ну где эта СТ-шка, блин? Реально, столько времени тратишь на то, чтобы кого-то погонять по карте. Я бы уже сейчас во вторую катку заходил, и мы бы с вами продолжали делать обзор на машину. Так, ладно, пока они его гоняют где-то там, обратите внимание на углы склонения. Если бы я играл от вот этой горки, то я бы абсолютно спокойно прям под горкой кого-то выцеливал. И вот в такой вот стоя проекции, обратите внимание, чтобы от меня было видно, да, там, ну по большому счету за вот этой горкой было бы видна только маска орудия и может быть щеки. Поэтому на данной машине отыгрывать от рельефа просто великолепно можно. Да, пускай у нее высоко расположена башня, то есть не такой уж и сильно приплюснутый корпус у техники, но все-таки отыгрывать от неровностей с учетом угла склонения вниз очень удобно. Где он, блин? Нет, ну стоит отдать должное, парень не сдается, парень мотается по карте, но фана, конечно, маловато от этого всего. Все, засветился смертник. Лансен сахатый, ну вот честно говоря, вот это вот сахатый, ребят, не знаю как кого, меня немножко вымораживает. Напишите свое мнение в комментариях по поводу того, насколько прикольно то, что машина с сахатой называется в бою. Три фрага, ребят. Не могу сказать, что это были честные фраги, что я прям всех разобрал, но как-никак стволы минусовал и сейчас мне хватило такой вот, знаете, на вскидку точности орудия, чтобы забрать этого товарища и наконец-то прекратить наши мучения с гоняниями этого бедняги по всей карте. 1400 единиц урона. Что касается, ребят, фарма, то по фарму здесь 50 тысяч, я считаю, что в целом это довольно неплохо за те несущественные результаты боя, которые, ну, на данный момент мы получили. Что касается результативности по команде, то явно где-то средина. Ну да, вот, пожалуйста. Ну что, поехали, заедем еще в один бой и посмотрим, что машина еще может и насколько ровно от боя к бою она будет играться. Как я уже сказал, данная машина исключительно для ребят, которые любят фан в этой игре. И давайте не будем путать понятия, что есть фан в моем понятии, а не в понятии многих ребят, которые пишут мне там чуть ли не гневные комментарии с нецензурщиной по поводу того, что в чем может быть фан, если ты за бой даже 2500 урона не вывозишь. Ребят, фан может быть, если вы рассматриваете данную игру, как я уже говорил, не через призму статистических цифр. Если вы рассматриваете игру в дворовой футбол, как острую необходимость как можно больше голов забить и повесить себе медаль на шею за это, тогда да, тогда, наверное, дворовой футбол просто не для вас. А если вы выходите на футбольную площадку для того, чтобы получить удовлетворение, повеселиться, посмеяться, потолкаться с ребятами, как-то весело провести время со своими друзьями, то, наверное, дворовой футбол это гораздо лучше, чем профессиональный. Точность по орудию очень классная, время сведения тоже хорошее. Что касается времени перезарядки, то я уже успел перезарядиться и забрасываю в борт другому зазевавшемуся льву. Сейчас перезаряжаюсь и... ну, давай. Бросаю еще на 265. Да, пускай не 400, но я сделал уже три выстрела с нанесенным уроном. Сейчас сделаю четвертый. Да, пускай не пробил, но это игра и было бы странно, если бы можно было бы прям постоянно бодро и безнаказанно всех разбирать, вообще не имея никаких там погрешностей по точности орудия. Вот куда сейчас попало, я вообще не понял. А вот сейчас попаду прям в самую кепку. Поэтому, ребят, вот те промахи, которые на данной машине у вас будут, это не больше, чем просто подкрутка от игры для того, чтобы как-то плюс-минус сравнять шансы. Так, откатываемся. Я в засвете, поскольку я в засвете, мне необходимо бодренько пытаться поменять местонахождение. Сейчас попытаюсь сдерживать вот этих товарищей, просто потому что больше некому. Кину приглашение мне помочь. И попытаюсь поотыгрывать от башни. Пока все хорошо, пока не пробивают. Опять рандомное непопадание, я бы так его назвал. Рандомный такой вот выстрел. Было бы, конечно, веселее, если бы я все-таки мог почаще попадать. Или, по крайней мере, попадать каждый раз, как я стреляю. Ну все, ко мне приехали. Здесь, конечно, приятного будет сейчас мне мало. Почему меня не поддерживают? Где все делись? Почему уехали от меня? Мне так обидно, мне так грустно. Можно стрелять. Да в кого стрелять? Вылазь. А, блин. Жаль. Но я держался. Держался, ребят, сколько мог. Как я говорил, если вот в маске орудия вы видите пробитие, то, соответственно, это голдой вас пробивали. Здесь ничего удивительного нет. Что касается верхнего бронелиста, то к тому, что он не сильно хорошо держит удар, будьте готовы. Но, согласитесь, пару тычек от довольно-таки серьезных машин по башне я не получил. Они прошли без пробития. Это было классно. На дальнем расстоянии и на средних расстояниях орудие показало себя как абсолютно точное. Именно за это я его готов целовать вот сюда вот в дуло. Каждый раз, как захожу в бой. И эта машина действительно доставляет удовольствие от боя. Пускай я сейчас проиграл. Я больше чем уверен, что наши ребята не вытянут данный бой. Но я получил массу удовольствия. И на данной машине эту массу удовольствия вы можете получать довольно-таки себе часто. Ну что, досматриваем бой, смотрим на результаты, подбиваем итоги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья мои, бой закончился нашим проигрышем. Почему проигрышем? Потому что ничья это в любом случае проигрышем. Я даже на какую-то секунду воспрял духом и подумал, блин, вот сейчас может быть победа. Но все-таки, когда они остались один на один, я понял, что результата хорошего с этого не ждать. По одной простой причине, потому что у Т-56, ну очень долгое время перезарядки. И понятное дело, что прога его за это время разберет. Так или иначе, в этом бою я сделал 2770 единиц урона и получил массу удовлетворения от самого игрового процесса. Да, я не победил. Но машина, в принципе, может доставлять удовольствие не только своими победами, но и качественным геймплеем. А Т-26Е5 он может вам его предоставить. Что касается результатов, ребят, по фармам, то давайте сейчас посмотрим по результатам второго боя. Я немножко задумался и вышел. 60 тысяч чистыми. Я считаю, что это довольно-таки неплохо. С учетом того, что я пополняю амуницию, снаряжение, пополняю боекомплект. Потому что я использовал голду. Но при этом всем вывожу 60 тысяч. По-моему, фарм довольно-таки неплохой. Что касается минусов по данному танку, это, безусловно, в первую очередь его картонность по корпусу. И это действительно у него не отнять. Также у него не отнимите и того, что у него очень скорострельное орудие, которое может делать неприятно. И, в принципе, очень сильно раздражает соперников. А это тоже, какой-никакой, все-таки позитив. И приближает нашу с вами победу. Вот такой вот он Т-26Е5. Покупать ли за 6,5 или в составе набора решать однозначно вам. Я же со своей стороны могу сказать только одно. Данная машина в моем ангаре стоит уже не первый год. И каждый раз, как я выезжаю на нем в бой, я получаю массу, огромную массу удовольствия. Чего и вам желаю. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.